Здравствуйте, это канал Про Цветок, и с вами я, Пашкевич Анна. В этом видео мы снова обсуждаем такую тему, как действие перекиси водорода на семена овощных культур. Да, это именно та тема, которая в последнее время вызвала большой резонанс на просторах Ютуба, массу комментариев, различных сравнений, вплоть до того, что работу нашего канала сравнили с сериалом Санта-Барбара. По факту. По факту. Из этого видео вы узнаете еще об одном свойстве перекиси водорода на семена овощных культур, кроме как дезинфицирующего. И наверняка вы поймете, почему в более раннем своем видео я использовала перекись водорода в низкой концентрации, не только как дезинфицирующий агент, но еще как вещество, позволяющее выходить семенам перца из состояния покоя. На протяжении пяти лет коллегами из Университета Северного Зауралья, а это Аграрный государственный университет, велись исследования по действию низкой концентрации перекиси водорода на схожесть энергии прорастания семян, на урожайность и товарность конкретных культур, а именно петрушка и лук. Исследователи замачивали семена и петрушки, и лука в 0,4% растворе перекиси водорода на протяжении 24 часов при температуре 18-20 градусов. Впоследствии опыт на петрушке показал, что энергия прорастания увеличилась по сравнению с контролем практически на 18%. Также сократилось прохождение петрушкой отдельных фенофаз на 5-7 дней, а повышение общей энергии роста развития растений повысило и урожайность, и товарность корнеплодов петрушки. Что касается семян лука, которые также замачивались по этой схеме, 0,4% перекись водорода 24 часа 18-20 градусов, то энергия прорастания семян увеличилась практически на 12%, также сократилось прохождение фенофаз растениями, а усиление темпов роста растения привело к повышению урожайности и по-прежнему товарности. Конечно, опыты по воздействию перекиси водорода в низких концентрациях на семена овощных культур не единичны. Вы можете в этом убедиться самостоятельно, поискав необходимые статьи. Что касается моего более раннего видео и семян перца, то я могу сказать, что перекись водорода использовалась в низкой концентрации, в первую очередь для снижения семенной инфекции, и, конечно же, для того, чтобы ускорить выведение семян перца и состояние покоя. Очень часто производители перца за один год не в состоянии произвести семена многих своих сортов или гибридов. Поэтому семеноводство разделено по годам, и для того, чтобы семена не теряли всхожесть, производители их очень сильно высушивают. Наверняка вы заметили, что иногда прорастание семян перцев затягивается на неделю. Поэтому тот рецепт, а именно 3 столовые ложки 3% перекиси водорода на 1 литр воды, они способствуют, как я уже сказала, не только снятию поверхностной инфекции, но и также выведению семян перца из состояния покоя. Если вы в этом сомневаетесь, то проведите свои независимые эксперименты, и наверняка результат вас удивит. Также в этом видео мы хотели напомнить об этике общения между профессионалами и сказать, что любой переход на личности и оскорбления провоцирует распространение буллинга и негатива в интернете. Пойдет? Напоследок я хотела бы добавить, что зачастую авторы, которые комментируют и критикуют наши видео, сами вырывают из контекста какую-то информацию, которые не имеют отношения к нашему видео. Например, 18% перекись водорода действительно хорошо дезинфицирует, но не семена, а растительный материал, который затем будет выращиваться в стерильных условиях в пробирках. Если же мы будем воздействовать высокими концентрациями перекиси водорода на семена, то поверьте, проверено опытным путем, что семена в лучшем случае будут заторможены во всходах, в энергии прорастания, но в худшем случае они просто погибнут. Мы по-прежнему на канале Про Цветок стараемся снимать для вас качественный и проверенный контент. И благодарим всех подписчиков и зрителей, которые по-прежнему остаются с нами, оставляя комментарии и лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok